Здравствуйте, в эфире библейский портал Экзегет. К нам поступил вопрос, что такое ложь во спасение? Мы из Библии знаем, что отец лжи – это дьявол, так называет его Господь наш Иисус Христос. И, естественно, каждый, кто лжет, уподобляется ему. Девятая заповедь Деколога, это 20 глава книги Исход, прямо говорит о том, чтобы мы не произносили ложного свидетельства на своего ближнего. Однако устойчивое выражение «ложь во спасение» есть в нашем обиходе, есть в нашей культуре, и надо разобраться, бывает она такая или нет. В библейском повествовании мы можем привести два примера, когда Бог одобрил прямую ложь. Первая – это ложь повивальных бабок, которые, несмотря на приказ фараона, не убивали рождающихся еврейских мальчиков, и Бог их благословил за это. И второй пример, который можем привести, это блутница Рааф и Иерихонская, которая не выдала израильских разведчиков. И за это, как мы знаем, была прославлена и почитается как святая. Получается, что ложь, которая оправдана, насколько она может быть спасительной, это сложный вопрос. И здесь, когда мы употребляем слово «воспасение», не имеется в виду спасения души, а имеется в виду спасения жизни другого человека или твоей жизни. Вот если так понимать, тогда ложь во спасение вполне может быть. Связано это, видимо, с тем, что человеку не всегда приходится выбирать между черным и белым, между правдой и ложью. Бывает, что человеку приходится выбирать между просто злом и очень большим злом. Между разными оттенками черного и серого, скажем так. Вот в «Древнем Патриике» есть удивительное повествование о том, как вечером после многотрудного дня старец сидел со своим учеником и ждали вечерние молитвы, был небольшой у них отдых. И вот мимо пробегает израненный, избитый человек, весь в кровопотеках и в синяках. Через некоторое время за ним бежит толпа деревенских жителей с дубинами и палками. И спрашивает «Авва, куда он побежал?» И старец указывает неверное направление, противоположное. Когда толпа убежала, ученик спрашивает «Как ты мог соврать?» «Авва, его вера своему духовному отцу поколебалась». В Библии же написано «Не лги». А старец ему говорит «Если бы я не солгал, я бы соучаствовал в большем грехе, в грехе убийства. А за это меня Господь простит, я покаюсь». Иногда бывает так, что человеку приходится даже письменно лгать. И один из самых ярких примеров – это на оккупированной европейской территории во время Второй мировой войны письменная ложь православных священников разных канонических подчинений, в том числе и русской православной церкви за рубежом, когда выдавали справки о крещении евреям, для которых это была единственная возможность не быть отправлены в концентрационный лагерь. И человек письменно врал о совершении великого таинства, зная прекрасно, что человек не принимал это таинство. И тем не менее, большинство из них поступало именно так. Это была прямая ложь во спасение души человека. И в этом поступке, в этом таком очень сложном поступке для них была надежда на то, что рано или поздно эти люди, может быть, все-таки действительно крестятся. Потому что они, придя в церковь, в которую они пока не верили, столкнулись прежде всего с любовью и с поступком по любви. То есть ложь во спасение человека, когда она оправдана любовью и желанием его спасти, тогда она возможна.